и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры честно говоря уже не планировал записывать какие-либо новые видео на своем канале если бы не особо боя информация которая поступила ко мне в виде вне очередной статьи точнее сказать двух статей что же в данных статьях такого необычного что могло заставить меня изменить свои планы ну что ж давайте без предисловия я представлю вашему вниманию первую статью вот эта первая статья россию обвинили в попытке организовать революцию в армении в 2007 году обратите внимание кто обвиняет россию россия обвинять государство которое было создано на чужих территориях именно благодаря россии и на протяжении всего существования данное государство под названием армения сидя на шее у россии кормилась но видимо по мнению во всяком случае главного обвинителя так называемого россия мало платит впрочем давайте я вас именно ознакомлюсь с самой статьей и с главным обвинителем кто же это фигура которая обвиняет россию от имени армянство давайте почитаем бывший начальник главного управления я по защите конституции службы нацбезопасности армении смб тигран барсиган обвинил россию в попытке организовать революцию в республике в 2007 году что же прежде всего меня сразу в этом заинтересовало спросите вы заинтересовало следующее кто на тот момент был президентом армении кочарян чьим другом являлся да является данная политическая фигура конечно же он является ближайшим другом путина владимира владимировича но этого мало хотя в связи с этим уже по неволе возникает вопрос с чего это путин решил свергнуть своего друга вопрос интересный при этом он не просто свергнул уже была собрана определенная команда новым президентом с точки зрения данного бывшего снбшника должен был стать крайне интересная личность александр арзуманян который на данный момент является послом армении в дании интересно то есть человек нынешний политик ничем не пострадал за попытку переворота крайне интересно насколько же ужасно работают службы госбезопасности армении основные финансы шли также таким в кавычках личностям как артур багдасарян секретарь совета безопасности вот на тот момент армении и бывший министр обороны нагорного карабаха сам вел бабаян тот самый сам вел бабаян который в 2001 году был осужден за попытку убийства в двухтысячном году уже бывшего президента так называемого карабаха независимого в кавычках ну что можно сказать об этом аркадия кукосяна да кстати что можно сказать о тех фактах которые выложил данный бывший с начальник одного из отделов снб прежде всего как я сказал появляется по неволе вопрос который так и хочется так и рвется наружу почему путин на тот момент выступил против своего друга и знаете что мне вспомнилось ведь именно в те годы президент следующий президента армении который занимал в то время не последний должность серг саркисян начинал договариваться с бывшим президентом соединенных штатов америки обамы о чем он договаривался наверное многие из вас уже слышали об этом он готов был отдать азербайджану 5 районов не считая нагорного карабаха за определенные вложения которые исчислялись тремя миллиардами долларов то есть за три миллиарда долларов серг саркисян готов был продать карабах кстати идея продажи карабаха периодически всплывала у некоторых армянских политиков я помню как-то такую идею озвучивал один из депутатов армянского парламента ну что можно сказать я долго рылся чтобы хотя бы где-то была озвучена на данное событие и нашел правда вся информация почему-то базируется в этом отношении на азербайджанских информационных каналов точнее сказать сайтах но ссылка идет на известнейший популярнейший телеграм-канал баграмян 26 кстати не скажете ли вы кто сдал саркисяна и вы опять таки наверное не поверите это все тот же тигран барсиган крайне интересная личность она данная личность дала многих политиков армении заявив о том что они имели предчастность к попытки революции в армении в 2007 году так он же сдал еще оказывается и сержа продажность вам к лицу армянство брависсимо прочитав данную статью давайте ознакомлю вас с полным названием данной статьи генерал армянских спецслужб сарксян был готов сдать низменный карабах за 3 миллиарда знаете такое ощущение как будто бы кто-то в азербайджане согласился бы на это платить за что за свои земли нет и тем более за я уж не говорю по моему про это даже стоит молчать но я все таки скажу 5 районов надеюсь всем понятно что я имею ввиду опускай и сниже вы прочтете крайне интересное высказывание я даже прочту одно из них вот она тогда в сша имеется ввиду на встрече с бараком обамой и вице-президентом джо байденом тогда в сша состоялся разговор между сарксяном и обамой стены стенограмма этой встречи была у тогдашнего главы снб гаррика окопиана сейчас его нет в живых он мне лично говорил об этом мне кажется гарик окопиан уничтожил эту стенограмму по согласию обратите внимание по согласию сарксяна не по приказу меня убивает вот это армян умение прятать то что спрятать невозможно за вот этими слова оборотами или за маской но слегка не не до знания того или иного языка назовем так некорректного использования тех или иных слов крайне интересно почему я решил ознакомить вас данными статьями потому что как вы прочитали в названии данного моего видео у меня в связи с этими ми статьями возникают важнейшие вопросы первое армянская сторона любит говорить о том что армения никогда не старалась договориться о возвращении карабаха и что нельзя ни в коем случае садиться с азербайджаном за переговоры но тем не менее все почему-то так или иначе намекали азербайджану на то что армения готова сдать но под определенные финансовые вознаграждения первое я ради чего стоило загрузить данную статью то есть насколько же вы выходят продажные дорогие наши оппоненты вы же так чтите своих героев погибших в карабахе и готовы все это продать я не говорю что мы не будем этого покупать но ваше даже предложение соглашение пойти на это уже говорит о многом это первое второе не менее важно на вопрос который возникает когда читаешь данные статьи это почему россия возможно и хотел совершить данный переворот революцию потому что россии не выгодно решение данного конфликта во всяком случае на тот момент было точно не выгодно и боясь возможного урегулировали карабахского конфликта соединенными штатами америки и увеличение веса соединенных штатов америки в закавказье на мой взгляд россия могла пожертвовать и путин тем более даже своим так называемым другом качарянам возможно опять таки ошибаюсь но я говорю то что вероятно на 90 процентов тем более исходя из информации в общем то представители силовых органов армении третий немаловажный вопрос вот к армянской стороне как можно обвинять россию в чем-либо если завтра вам придется идти к этому же самому владимиру путину и просить дополнительных финансовых вливаний либо передачи армении в неочередной раз в долг российского оружия не понимаю насколько же надо быть безликими не могу понять может быть мне кто-нибудь это сможет объяснить рад был бы услышать ответ но ответ то не будет и еще одно крайне на мой взгляд важная мысль которая приходит мне считай данные статьи скажите мне пожалуйста дорогие россияне почем правда когда азербайджанская сторона часто говорила о продажности представители армянской власти даже некоторые отдельные армянские лоббисты при этом политики российские утверждали что это не так утверждали в верности представители армянской власти в их неподкупности как же так на этом все дорогие друзья обе эти ссылки будут под видео я же с вами прощаюсь до следующих своих видео всем удачи до свидания удачи